Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец Алексий, Настоятель Святого Храма, Дорогие отцы, братья и сестры, Я всех вас хотел бы поздравить с очень важным событием, с освящением Храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. В этом месте в течение целого ряда лет стояла построенная в 90-е годы деревянная часовенка. Она недалеко находится от этого храма. И весь этот огромный район с десятками и десятками тысяч людей не имел другого храма. И мне рассказывали очевидцы, что происходило вокруг этой часовни пасхальные дни, когда тысячи людей приходили освятить куличи Пасхи, просто услышать пение пасхального тропаря Христос Воскресе. И замечательно, что сегодня здесь построен один из самых красивых, может быть, новых храмов города Москвы. И не просто храм, а целый комплекс, который будет использоваться и уже используется для воспитания детей, молодежи, для поддержки неимущих людей, для развития многих образовательных программ, которые, к счастью, уже и сейчас имеют место и приносят свои добрые плоды. Храм святаго преподобного Серафима Саровского в Раеве стал действительно очень важным духовным центром для этого района Москвы. И, конечно, с особенным чувством совершил я сегодня его освящение. Знаю также и о многих трудностях, через которые пришлось пройти людям, и о том, как собирались средства, и как люди сами трудились на стройке, и как, в конце концов, благодаря принятой церковно-городской программе строительства новых храмов удалось разрешить те вопросы, которые ранее не разрешались. Все это очень непростые этапы созидания сего Божьего храма. Но дело Божье никогда не созидается легко и просто. И, может быть, кто-нибудь спросит, а почему же так? Ведь должен же Бог всем нам помогать, если мы что-то особенно во имя Его совершаем. А когда не чувствуем прямой помощи Божией, проходим через испытания в жизни, отчаиваемся, начинаем роптать на Бога, а иногда даже и вера наша ослабляется. Знаю случаи, когда, как бы не получив от Бога помощи, человек становился неверующим. Вот для того, чтобы понять, как Бог строит с нами свои отношения, нужно очень серьезно воспринять слова Евангелия, которые мы сегодня слышали. праведный Симеон, встречая Богомладенца Иисуса, его мать в Иерусалимском храме, произносит слова, которые, наверное, никакой бы великий человек, никакой бы великий философ или политик не посмел сказать сам про себя, если бы он желал иметь поддержку людей. А слова такие, сей, то есть вот этот младенец, будет нападение и навосстание многих и в предмет пререкания. Можете себе представить любого политика, который, выходя на выборы, попросил бы, чтобы о нем было сказано нечто подобное, что вот этот кандидат, он будет и на падение ваше, и на восстание, и будет предметом притыкания. Уверен, что ни один нормальный человек за такого кандидата бы не проголосовал. А почему же слова старца Симеона мы повторяем всякий раз, когда совершается богослужение в праздник Сретения Господня? Потому что в этих словах величайшее божественное откровение, которое не рассчитано на то, чтобы симпатии обрести, поддержку обрести, потому что симпатию легкую и поддержку человеческую обретает тот, от кого ждут непременной помощи и поддержки в своей собственной жизни. Господь не обещает такой помощи, такой поддержки автоматически. Никто не может быть уверен, что, став христианином, он непременно будет всегда иметь поддержку. Господь говорит нам величайшую правду о том, что означают отношения Бога к человеку. Господь всех нас любит, потому что Он наш Отец. Как Отец не может не любить ребенка, так Бог не может не любить все свое творение, особенно человека. Но мы знаем, как иногда родители достаточно жестоко воспитывают своих детей силой, как бы вправляя им мозги, так иногда говорят в простонародье. И знаем, как иногда от этого страдают дети. Господь силой ничего не делает. Он не поднимает нас своей силой и не опускает своей силой. Он нам просто протягивает свою руку. Но это не домкрат и не подъемный кран, а любящая рука, которая держит нас, которая прикасается к нам на трудных путях нашей жизни. Бог не насилует нашей свободы, Он не вторгается в нашу жизнь с такой силой, с которой иногда вторгаются человеческие авторитеты. Бог присутствует постоянно рядом с нами. И если мы верим в это присутствие, если мы открываем свое сердце Господу, то тогда Он совершает с нами то, что не может совершить ни один самый сильный человек, ни один самый сильный правитель, ни один самый великий мудрец. Он нас спасает. У большинства людей, которые ходят в храм, причащаются святых христовых тайн, есть этот опыт соприкосновения с божественной благодатью. Мы знаем, что происходит в наших сердцах. Иногда таких надломленных духовными или физическими болезнями, тяжелыми обстоятельствами жизни, когда, кажется, и просвета никакого не существует, и сил никаких нет. И когда прикасаемся к этой божественной руке, через принятие святых христовых тайн, через искреннюю сердечную молитву, как ведь много нам открывается, и не в смысле в том, что появляются какие-то особые мысли, хотя и это нередко нас посещает, а в том смысле, что вдруг душа успокаивается. И мы начинаем смотреть на наши обстоятельства стесненные, жизненные, как бы с высоты птичьего полета, оставляя где-то там, далеко, внизу, эти каждодневные скорби. Господь помогает человеку тогда, когда человек свободно принимает эту помощь. может быть, именно потому, что многие не чувствуют Божьего присутствия, они и не верят. Но тот человек, который пережил через опыт Богообщения, его веру невозможно разрушить никакими гонениями, никакими притеснениями, никакими соблазнами. поэтому каждый из нас должен помнить слова старца Симеона, богоприимца, сей дан на падение и восстание. Падение для тех, кто не видит Божьего присутствия, кто отвергает его руку, на восстание тем, кто верит в его присутствие и чувствует силу его благодати. Вот и храмы Божьи мы строим для этого, чтобы как можно больше людей почувствовали, что Бог рядом, что Он падшего может восставить, что Он может совершить великое преображение человеческой личности и дать человеку такие силы, которые помогут ему преодолеть любые испытания. Да поможет нам Господь, опираясь на силу Божию, никогда не падать, но восставать и подыматься от силы к силе по тому пути, который каждого из нас ведет к Царствию Небесному. С праздником всех вас поздравляю. И хотел бы в память о освящении всего Святого Храма преподнести вот этот величественный образ святителя и чудотворца Николая, благодарность за подвиг, который совершила эта православная община, за ваши труды, за вашу верность Господу и за то, что, несмотря на многие трудности, вы построили этот дивный храм в том месте Москвы, где он был очень нужен. Храни вас всех, Господь! Храни вас господь, господь, господь! Продолжение следует...